привет мои дорогие друзья рада видеть вас на своем канале начинаем с вами сегодня новый влог со сборки урожая не просто так по поводу буду сегодня делать томат с поделиками чесноком моя любимая приправа которая у меня больше всех остальных в ходу всегда и в этом году я буду делать ее впервые из собственных помидорок за счет чего мне кажется она должна получиться еще гораздо более ароматная и вкусная в общем я собрала свой прекраснейший урожай и черри собрала они конечно же пойдут не на приготовление приправы а в салатик ну а крупные помидоры как раз пустим на специи ну и конечно же нам понадобится базилик много базилика именно поэтому я уделяла ему особое внимание когда его выращивала пользовалась вашими советами прищипывала макушку для того чтобы он лучше и задорней кустился и в итоге у меня получился довольно большой крупный куст базилика который мы сейчас будем весь срезать ну практически весь потому что для приготовления этой приправы мне понадобится 100 грамм базилика именно вес листьев мы не берем в учет стебелечки 100 грамм листьев базилика это довольно большой объем я снимаю все листочки взвешиваю соцветия кстати я не использую не знаю можно ли но обычно я их убираю промываю и далее уже подготавливаю помидоры помидоры у меня и так не особо крупная в общем я еще взяла то что мне там в холодильнике завалялась старенькая все пойдет у меня на приготовление приправы общее количество томатов должно быть два килограмма но конечно же в это количество можете регулировать и взять чуть больше чуть меньше но вот у меня рецепт который я использую идет с применением двух килограммов в общем помидоры я все нарезала на более удобные кусочки для того чтобы можно было их перебить блендером у меня к сожалению нет стационарного блендером пока я жду в ожидании скоро у меня придет на обзор но пока что у меня его нет поэтому даже вот такие большие объемы продуктов я перебиваю при помощи погружного блендера это не очень удобно не очень быстро но возможно поэтому чтобы процесс происходил более легко и быстро я помидоры нарезала далее сразу же к помидорам я добавляю зубчики чеснока очищенные чеснока нужно взять 150 грамм это уже в очищенном виде чеснок сразу же отправляю к помидорам и все это измельчаю при помощи погружного блендера до такого более-менее однородного состояния у нас должно получиться томатное пюре с чесноком она уже и сейчас-то довольно ароматная но когда мы будем его сушить ароматы будут просто непередаваемые как только измельчили все до состояния пюре добавляем буквально одну чайную ложку соли можно с горкой перемешиваем соль и далее будем отправлять все это дело сушиться я воспользуюсь своей сушилочкой любимой на данный момент изитрием и воспользуемся обязательно листами для пастилы потому что у нас жидкий продукт листы обязательно смазываем либо сбрызгиваем если есть вот такой же дозатор как у меня растительным маслом чтобы у нас томатное пюре не присохло не прилипло к листами его можно было потом легко снять но и далее уже распределяем пюре по нескольким таким листам для пастилы у меня томатное пюре полностью разошлось на 4 листа и один поддон сушилки остался как раз свободный для того чтобы посушить листья базилика базилик я промыла просушила его с помощью специальной такой сушки для салат центрофуги и далее уже листья раскладываю на поддон от сушилки прокладываю еще обязательно сетку потому что когда листочки высохнут они начнут крошиться и сетка предотвратит утерю так скажем определенного процента вот этих мелких частиц поэтому обязательно на сеточке отправляю все поддоны на сушилку включаю ее на 70 градусов и выставляю время 15 минут в томатное пюре влажный продукт и естественно что ему нужно потерять большой очень объем жидкости поэтому времени на приготовление требуется довольно много ну а листья базилика при такой температуре высыхают за 2-3 часа поэтому спустя это время их можно снять а поддон вернуть уже в пустом виде на место потому что сушилка изидри нормально функционирует и для ее же безопасности правильно она будет функционировать только когда установлено минимум пять поддонов даже если они у вас не все используют ну а уже на следующий день я достала высохшее томатное пюре очень друзья но всегда ароматное смотрите чтобы пюре было хорошо очень просушено то есть это должны быть ломки полностью сухие пластинки томатные которые легко без труда ломаются прямо в руках я их снимаю с поддонов для пастилы отправляю их сразу же в отдельную емкость параллельно немножечко ломаю руками опять же для того чтобы удобнее было в дальнейшем измельчать тут уже смотрите все зависит от того как вам нравится если вы хотите чтобы у вас была более крупная фракция можно просто измельчить руками или при помощи деревянной толкушечки скалочки я же люблю чтобы фракция была и не мелкая не до состояния пыли и не очень крупная поэтому я дополнительно еще пользуюсь измельчителем для того чтобы довести до нужного мне размера кусочков но после того как и томат и базилик мы уже измельчили добавляю еще сюда две-три чайные ложки уже готового сушеного чеснока по рецепту вообще идет две ложки но я в этом году добавила три мне обычно чесночка немного не хватает также по рецепту сюда нужно добавить дополнительные еще две чайные ложки уже сушеного базилика и 6 чайных ложек орегано орегано кстати я никогда не добавляю без него получается тоже очень вкусно тщательно перемешиваем все наши ингредиенты и приправа готова перекладываю ее в банку для хранения я обычно храню ее вот в такой вот стеклянной баночке с герметичной крышкой и часть еще храню сразу же вот под руками в той зоне где я готовлю в маленькой баночке потом просто добавляю если друзья у вас уже есть в хозяйстве сушилка имеется но вы ни разу не пробовали готовить такую приправу я настоятельно рекомендую вам это сделать потому что она действительно бесподобная очень вкусная очень ароматная и крайне универсальная то есть я использую ее во многих блюдах и в супчики иногда добавляю и в мясные блюда и в соусы она просто прекрасно подходит поэтому у меня это ежегодно уже такая незаменимая заготовка которую я обязательно делала делаю и буду делать но мы с вами приступаем к выполнению домашних дел рутин немножечко уборки мотивашки для вас у нас сегодня друзья выходной день и у меня сегодня нет дома малышей потому что бабушка забрала их к себе в гости ну а дома на самом деле все в ужаснейшем просто состоянии все безумно запущено вчера была пятница а вы знаете что пятница у меня это такой продуктивный день по работе дома я делаю уборку влажную цветы постели в общем все 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 вчера по стечению определенных обстоятельств пришлось отложить все эти дела на сегодняшний день поэтому у меня сегодня как такового выходного не получается придется его отложить на завтра все дело в том что сеня у нас начал жаловаться накануне на ухо и пришлось в общем ехать в больницу к лору провести в больнице ну в поликлинике целый день с утра до вечера в итоге выявили у нас отит и вот с сегодняшнего дня с вчерашнего точнее мы занялись лечением того самого отита поэтому вчера у меня день был абсолютно непродуктивные потерянный но никуда не денешься когда дети болеют приходится откладывать все дела тем более что уборка и готовка это самое незначительное что есть в нашей жизни и самое неважное что всегда можно отодвинуть на последний план поэтому всеми этими делами мне нужно будет заняться сегодня я быстренько навела порядок в спальне на горизонтальных поверхностях привела в порядок цветы по пятницам я как раз занимаюсь поливом опрыскиванием иногда подкармливаю их и далее уже быстренько переместилась на кухню на кухню у меня грязная посуда полная раковина поэтому быстренько загружая посудомоечную машину пыталась привести туда вот эти самые листы для пастилы на которых готовила томатное пюре сушила и так и всяких в общем пыталась пристроить но никак они у меня туда не помещаются и решила что придется значит мыть их руками в общем посудомойку быстренько загрузила освобождаю горизонтальную поверхность протерла так легонечко просто без фанатизма и и столешницу и немного фартук точечно прошлась где-то какие-то брызги уже образовались но и приступила к ручному так сказать труду руками перемывать посуду которую нельзя мыть посудомоечной машине ну и как раз займусь вот этими листами для пастилы вообще кстати совершенно недавно узнала от менеджера с которым мы сотрудничаем по изидре что все абсолютно поддоны и листы для пастилы и сеточки все можно мыть посудомоечной машине эта информация к сожалению нигде у них не указано ни на сайте нигде но у меня к сожалению вот по крайней мере поддоны от этой сушилки ну просто абсолютно никак не помещаются в посудомоечную машину даже если я сниму к примеру вторую корзину но они туда никак не поместятся поэтому все равно все комплектующие приходится перемывать руками на самом деле обычно это никакая не проблема за исключением как раз приготовление томата с базиликами чесноком потому что томат почему-то очень сильно прямо въедается во все вот эти поддончики оставляют за собой такие некрасивые красные пятна в общем ладно быстренько домыла все что нужно было домыть почистила раковину переместилась на вторую столешницу там тоже сделала такую легкую уборочку просто все протерла брызги от чая кофе какие-то крошки там у нас стоит хлебницы там иногда кто-нибудь нарезает обязательно хлеб хотя я всегда прошу этого не делать потому что все таки у меня вот эта столешница она не предназначена для приготовления на и не стерильная в принципе здесь обычно делаем чай кофе и сюда мы частенько выставляем какие-нибудь там готовые блюда уже но вот так чтобы здесь готовить что-то нарезать раскладывать такого обычно нет но когда друзья семья большая ты не можешь быть ответственен за всех членов своей семьи кто-нибудь обязательно проявит свою инициативу поэтому прибрала немного на этой столешнице и далее уже мне осталось привести в порядок полы просто пройтись пропылесосить очень много кстати друзья спрашивали про вот этот новый пылесос от polaris в принципе я им довольна я получила то что я хотела он меня устроил по цене он меня устраивает по характеристикам им удобно пользоваться батарейки хватает довольно на большой срок то есть не на одну уборку на 2 бывает что и на 3 даже остается единственное что конечно на самом слабом режиме он реально слабый средний режим такой еще более-менее самый нормальный это конечно же турбо режим но на турборежиме естественно быстрее садится аккумулятор если сравнивать его с теми пылесосами которые были у меня до него по сравнению с ними, у него турборежим довольно длительный. То есть, в прошлом у меня пылесос вообще глох. Буквально через минуту уже на турборежиме. Здесь я на турборежиме вполне нормально пылесошу. Все здорово, очень удобно. Он гораздо тише, чем были все предыдущие. Он удобно лежит в руке. Он хорошо качественно собран. У него моются все фильтры, что очень удобно в уходе. Но есть одно проблемное место, куда постоянно забивается какой-то крупный мусор, который у него получается иногда заглатывать и не сразу это замечаешь, думаешь куда-то пропадает тяга, а потом оказывается, что там все забилось. То есть, есть такое место там сгиба, где, видимо, не очень большое отверстие и оно реально часто забивается. А так в принципе никаких вопросов и претензий пока у меня к этому пылесосу нет. Пользуюсь друзья с удовольствием. Ну и после того, как привела полы в порядок, быстренько поставила готовиться гречку. Предположила, что, наверное, к обеду мама уже привезет малышей, а у меня совершенно нечем их накормить, так как они обожают гречку больше всего остального. Ну а пока у меня готовится гречка, я отправилась в детскую комнату к малышам для того, чтобы быстренько навести там у них порядок. Опять все игрушки раскидали, все валяется на полу. Они сами, конечно, умеют прибираться, если это контролировать или там в виде игры это все как-то представить. Но опять же, во время этого нужно присутствовать постоянно, стоять над ними, над душой у них. А у меня на это нет просто ни сил, ни желания, ни времени сегодня, поэтому я решила быстренько схожу, соберу все сама. У меня это времени займет гораздо меньше, чем я просижу с ними. Друзья, кстати, очень много раз спрашивали меня про детские вешалки, вот эти где купить. Первые самые вешалки я заказывала в Икеа, а потом, когда уже Икеа ушли, я увидела точно такие же покупала в Леруа Мерлен. Вот такие вот. Они очень удобные, они реально классного качества, они и гибкие, но при этом прочные. За все время использования мы ими пользуемся уже очень-очень давно, не было сломано ни одной вешалки. Хотя они, ну, дети и играют, бывает с ними, и, в общем, всяко не очень аккуратно ими пользуются. Так что вешалки очень классные. Они что в Икеа, что в Леруа Мерлен шли комплектом сразу же несколько расцветок. Ну, я сначала делила им по цветам. Степи там, к примеру, голубые, фиолетовые, Сони розовые, желтые. Потом уже все перепуталось все равно. А в этот раз я поняла, что нам вешалок просто катастрофически не хватает, потому что Степи подкупили одежды к садику, у Сони одежда что-то прибавилась. И думаю, в общем, надо снова купить. У нас Леруа Мерлен ближайший в Новороссийске. Понятно, за вешалками не поедешь. Пошла, в общем, на маркетплейсы и нашла на Валберес. По-моему, да, на Валберес. Вот такой вариант. Я хотела, чтобы они были ну, зрительно точно такие же, чтобы они не выбивались, да, такого же размера, такой же формы. В принципе, на Валберес я нашла и киевские плечики. Я заказала два комплекта вот этого производителя и один комплект и киевских. В итоге я оставила вот эти, чисто внешне. Они точно такие же, но они чуть-чуть отличаются по качеству. И киевские стоили 24 штуки 800, ну, что-то около 900 рублей. Вот эти идут 10 штук за 250 рублей. Несмотря на то, что чисто внешне они плюс-минус одинаковые, но они чуть-чуть потоньше. Сам по себе пластик чуть-чуть потоньше. Но это сразу в глаза не бросается, только именно в сравнении. Я их специально даже брала в руку, вот, ну, прям смотрела, сгибала и тогда только поняла, что они чуть-чуть потоньше, чуть-чуть полегче по весу. Ну, в общем, в итоге и киевские сдали обратно. Вот эти вот я оставила. Для Степашки 10 штук и для Сони 10 штук. А, еще тут пока ладно, со шкафчиками рядом. Вспомнила. Очень часто еще спрашиваю, вот, что вообще за шкафы? Где такие заказать? Ой, заказать сейчас, наверное, нигде, потому что это и киевские ПАКС. И в чем была прелесть этих шкафчиков? У нас все шкафы именно ПАКС, потому что их можно было собрать самостоятельно в той схеме, в которой тебе нужно. То есть ты покупаешь отдельно корпус и отдельно все комплектующие и расставляешь их так, как тебе нужно. Это было просто прекрасно. Ты можешь собрать шкаф, абсолютно полностью отвечающий твоим требованиям, чтобы именно тебе было удобно. Ну, в общем, я когда детские шкафчики собирала, я решила, что вот такой вариант организации будет максимально оптимальный. И так и есть. Они очень удобные, они очень вместительные. У меня получилось, наверху есть полка под хранение чего-то такого редко используемого. Или там убрать что-нибудь, до чего у детей не должно быть доступа. Мы сделали две штанги, так как это детская одежда, она довольно короткая. Вполне поместилось два уровня одежды. Ну, естественно, что я заранее все это дело замеряла, так, чтобы у нас все поместилось. И получилось так, что еще вошло даже по три выдвижных ящика. Два ящика, одна корзина, потому что там дверные петли и на этом уровне ящик установить не получится. Ну, просто чисто технически. Поэтому там, где петли, там устанавливаются корзины. И получилось очень удобно. У нас один ящик, вот верхний, отведен под домашнюю одежду. Вот, я еще поставила разделители, и у нас получилось очень удобно. Получается верхняя, ну, вот ряд, к примеру, футболки-кофты, то есть верх ряд низ, то есть шорты, штаны и пижамы. Получился у нас верхний ящик как раз под одежду для дома. Второй ящик получился под все штаны, которые не для дома, в садик, на улицу. Кофты мы все храним на вешалках, поэтому сюда только штаны ушли, шорты. Ну, в общем, такой выходной вариант одежды. И поставила сюда по корзинке под носки и под трусы. Получилось. И у Степки то же самое. У Степки так же, у него только вот три маленьких корзинки. Точно такая же организация. А нижние корзинки у нас под уличную одежду, во дворе гулять. Сейчас, на данный момент, точно такой же вариант, ну, то есть, с возможностью сборки именно такой комплектации, которая вам нужна, предлагает Хофф. У них есть сейчас линейка мебели, где вы можете точно так же собрать шкаф, какой вам нужен. Я не помню, как она называется, но там точно так же можно отдельно взять корпус, отдельно дверь любую выбрать, отдельно комплектующая. Ну, то есть, по сути, тот же самый принцип. Единственное, что вот мы в Хофф заказывали шкаф в прихожую и дверцы на кладовку. Мне не очень нравится у них качество. То есть, у них цена довольно приличная, а качество, конечно, ну, уступает и киевскому. Ну, хотя, может быть, уже что-то изменилось, потому что мы заказывали давно. Здесь на детском столике организовали такой небольшой уголочек для творчества. Дети у меня очень любят рисовать, поэтому я им выставила здесь листочки, альбомчики, раскраски их. Также уже в свободном доступе даю карандаши и фломастеры. Вроде бы на стенах уже не рисуют. Все, что вы видите на фоне сейчас на стенах, это старое еще художество. Ну, в общем, стала пробовать потихоньку уже в свободном доступе им оставлять и фломастеры, и карандаши. Пока, вроде бы, никаких преступлений за ними новых не замечала. Ну что, друзья, немножечко в порядок все привела. Гречка у меня уже приготовилась, детей все еще не привезли. Времени уже, секундочку, два часа почти. Ну и пусть. Хорошо, я только рада. Так, здесь у меня, значит, чистое белье. Я буду разбирать его, наверное, вечером, потому что у меня там еще закладки три. Вчера я ничего не стирала, поэтому у меня стирка на сегодняшний день выпала. Полы сегодня решила не мыть, хотя вчера тоже их не мыла, помою их завтра, когда Степашка с Соней уйдут в детский сад. Спокойненько утром лучше без них пройдусь, потому что сейчас не знаю уже, когда мне их привезут. Так, кружусь, верчусь, не знаю, за что взяться. Сейчас разберу вот эту чистую посуду. Помыла, кстати, еще точилку детскую. Представляете, пока она прибиралась у детей в комнате, смотрю, лежит точилка. Думаю, что-то она какая-то грязная, вся липкая, оказывается. А оказывается, до меня уже потом дошло, когда я начала ее разбирать и мыть, Степка пытался в точилке прокрутить банан. Представляете, он его туда упихал. Я еле оттуда вымыла, выковырила. В общем, помыла ее, не знаю, главное, чтобы вот эти лезвия не заржавели от воды. Но другого варианта все равно не было. Там все в банане было внутри. Ну и есть еще одно дело. Пока никого нет у меня тут. Тоже бардак у нас на веранде. Нужно привести в порядок мою изидри. Все здорово, все классно, но мыть я ее просто вообще ненавижу. А после того, когда посушишь обычно томаты, когда я делаю специи, да, томат с базиликом и чесноком, после томатов, смотрите, какая история остается. И я вообще так не люблю все это мыть. Туньки у меня что-то вытянулись слишком сильно. Наверное, нужно будет выйти их и немножечко укоротить. Прям вот так вот эти все шапки срезать. Потому что они стали более редкие, но длинные. Это не есть хорошо. Я уже одну такую процедуру проводила в этом, ну, этим летом. Видимо, пора делать вторую. Не знаю. Наверное, все-таки я склонюсь к тому, чтобы все-таки замульчировать эту клумбу. Хоть я и не хотела, но, наверное, никак. Потому что меня эти сорняки просто бесят. Они очень быстро вырастают. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, замульчирую. Мне нужно будет сделать как? Так как у меня здесь высажены розы, а розы не любят кислую почву, то есть их нежелательно мульчировать корой. Я думаю, что мне нужно купить специальную ленту бордюрную, вкопать ее вокруг роз, а все остальное закрыть агроволокном и засыпать корой. Не знаю, напишите, можно ли вообще мульчировать розы корой. Я просто слышала, что кора закисляет почву. И если туэми гортензиям это норм, наоборот, даже хорошо, то розы может не понравиться. Не знаю, напишите, настолько ли сильно кора будет закислять почву. Может быть, можно и под розу тоже сделать, чтобы вот, ну, не покупать бордюрную ленту, не делать вот эти вот ограждения вокруг роз. Но если по-другому, конечно, никак, то сделаем так. Так, малышню вернули домой. Бабушка поехала у себя дома упоркой заниматься. Вечером еще гости приедут. И может, даже на море еще ребят свозят. Ты банан туда засовывал? Потому что? Это не объяснение. Потому что. Папа тебя наругал. Папа тебя наругал, правильно. Ванцовушка. Привет. Мам, пойдем. Пойдем, что покажешь. И грубо более тебе купила, что ли? Давайте помыть нам. Ну-ка, дай посмотрим. Ищи, звони, в звонок выигрывай. Синий трактор. Так, ну-ка, давайте посмотрим, что это тут. Карточки какие-то, буковки. Надо разбираться, в общем, Сонь. Давай вечером будем играть. Разберемся, будем играть. Инструкция есть, так что поди разберемся. Ну, а у меня тем временем уже во всю работает мой планетарный миксер. Замешивая тесто, у нас сегодня будут пельмешки домашние. Рецептом теста для пельменей я уже, по-моему, делилась неоднократно. Но его, по-моему, насколько я помню, нет на кулинарном канале, поэтому, если не забуду, пропишу вам прямо текстом под видео. Обожаю это пельменное тесто. Это не классический вариант, оно с добавлением растительного масла, но за счет этого оно очень эластичное и очень приятное в работе. Я прям люблю из него что-нибудь лепить. Замешиваю при помощи миксера и потом немножечко еще обминаю его руками, чтобы сформовать круглый гладкий колобочек. И отправляю его в пакет и в холодильник хотя бы на два часа. Ему нужно хорошо отлежаться и только после этого оно будет такое прямо податливое, эластичное, приятное в работе. Ну а я, чтобы времени зря не терять, отправилась пока разбирать все чистое белье. У меня тут огромный просто ворох уже накопился. И параллельно с этим я еще занимаюсь документами. У меня принтер стоит, если вы заметили, прямо в шкафу. Это было очень сложной задачей найти для него место в нашей маленькой спальне, потому что, как видите, у меня рабочее место было прямо очень миниатюрное, и принтер туда вообще никуда не помещался. И он долгое время стоял здесь на комоде под телевизором. Соответственно, когда вставлена бумага, перекрывается экран. В общем, все это было очень неудобно. И вот в комментариях мне писали, и меня уже к тому времени посетила такая мысль, чтобы поместить его прямо в шкаф. Илюша, конечно, у меня сначала долго сопротивлялся, потому что, ну, это по его рабочей части, так скажем. И он сказал, что это крайне противоречит технике безопасности. Но я все-таки его уговорила, и он установил мне принтер в шкафу. Теперь я пользуюсь с огромным удовольствием. У меня это не принтер, а МФУ. Неоднократно, кстати, тоже спрашивали, чтобы поделилась моделью. Canon какой-то там. Тоже, если не забуду, друзья, напишу название под видео. Его можно купить в любом магазине техники. Я заказывала его, по-моему, с Озон, если я не ошибаюсь. Классный, удобный. У меня и предыдущий принтер тоже был Canon, такой же с беспрерывной подачей чернил. То есть, там внешне установлены контейнеры для чернил, и их можно самостоятельно заправлять. Не как раньше. Нужно было картриджи покупать. Это получается гораздо более экономично, и можно не особо не экономить чернила, а использовать всегда, когда тебе нужно печатать цветные изображения и большие всякие. Ну и плюс встроенный сканер и копир. Это вот очень удобно именно в плане работы, потому что мне нужно, бывают большие объемы документов отсканировать, отправлять. И поэтому вот без сканера в моем случае вообще никак было бы. Просто бы принтер меня не устроил. Ну и, в общем, пока я разбирала чистое белье, раскладывала по стопочкам, распределяла, параллельно сканировала документы. Единственное, что неудобно во всей этой ситуации, это то, что принтер находится в нескольких шагах от компьютера. И для того, чтобы отсканировать каждую страницу, приходится туда-сюда бегать. Но я уже привыкла. В общем, разобрала белье, закончила с какими-то своими рабочими моментами, успела даже немного отдохнуть и приступила уже к лепке пельменей. Я неоднократно уже в своих видео говорила, что я и пельмени, мы вообще не созданы друг для друга. Вот есть несколько всего блюд, которые мне даются с трудом. Я долгое время не умела лепить пельмени. Красивые, ровные, аккуратные. У меня всегда получались огромные пироги, пирожищи. Я не умею варить пельмени. У меня постоянно какая-то ерунда с ними происходит. Ну и есть еще ряд блюд, за которые я никогда не возьмусь. Например, холодец, голубцы обычные классические. Ну, не получаются они у меня. И вот пельмени как раз тоже были очень долго в этом списке блюд. Но за последний, наверное, год я немножечко отточила свое мастерство лепки. И у меня стало получаться гораздо лучше. Если раньше я не взялась бы их лепить одна вообще, то есть только вместе с мужем, то сейчас я иногда и сама, вот как сегодня проявляю, так сказать, инициативу и полностью леплю их самостоятельно. Для меня самое сложное в лепке пельменей раньше было это раскатать нормальные круглые ровные сочни, чтобы и пельмени получились ровненькие и нужного размера. Поэтому я раньше все тесто просто раскатывала на столешнице, потом вырезала кружочки при помощи какого-нибудь стаканчика и вот таким способом готовила. Но именно у такого варианта есть минус, который мне не нравится. Это то, что вот все остатки, которые остаются после того, как ты вырежешь кружочки, второй-третий раз из них что-то слепить получается довольно проблематично. Тесто становится тугое, твердое, раскатать его сложно. Поэтому я все-таки постаралась и приспособилась делать это, как делаю сейчас, нарезать сначала небольшие такие подушечки, потом уже с помощью скалки раскатывать круглые сочни, ну а дальше уже все стандартно. В моей семье именно так всегда пельмени истряпали. И раньше с бабушкой, я помню, с дедушкой мы пельмени делали. Кто-то один раскатывал сочни, ну а двое в четыре руки наполняли пельмени фаршем, защипывали, в общем формовали. Конечно, в несколько рук получается гораздо быстрее, но мы сейчас не делаем большими объемами. Помню, раньше всегда делали много. Сейчас вот для своей семьи мы делаем буквально на два приготовления, то есть часть мы сварим сегодня сразу свежей и часть останется еще на одно приготовление в морозилке. Фарш я использую смешанный, у меня это свинина курица и в фарш для пельменей я обязательно всегда добавляю в воду, довожу его до такого немного жидкого состояния. По принципу наших уральских пирожков посекунчиков, именно таким образом получается, что во время варки внутри образуется сок, такой бульон мясной. Знаю, что некоторые вместо воды добавляют в пельмени там маленький какой-нибудь кусочек сливочного масла, но я сама так ни разу не делала, мне кажется, это как-то сложно. Проще сразу же в фарш просто добавить водички. В общем, все пельмени я налепила, мы поужинали и уже довольно поздно к нам приезжали в гости родители. Я знала, что они приедут, поэтому где-то за час до их приезда решила быстренько приготовить какой-нибудь пирог, такой, знаете, максимально простой, на скорую руку. У меня было немного фруктов, которые уже как раз нужно было куда-то приспособить, никто их не съел. И я решила, что сделаю пирог как раз с этими фруктами. Если я себе сохранила куда-то этот рецепт, я обязательно оставлю пропорции под видео, в общем, беру 3 куриных яйца, добавляю 150 г сахара, перемешиваю хорошенечко при помощи венчика до такого легкого посветления, добавляю щепотку соли и либо 1 г ванилина, либо 10 г ванильного сахара. Опять перемешиваем венчиками, добавляем растительное масло. Можно использовать сливочное растопленное, но я использую растительное. Далее добавляем сюда кефир, вообще идет по рецепту, у меня кефира не было, поэтому я воспользовалась йогуртом. Обычный йогурт тоже вполне получилось неплохо. Далее в отдельной емкости смешиваем муку с разрыхлителем. Разрыхлителя в этот пирог идет довольно много, 2 чайные ложки, такие даже с горочкой я взяла. Ну и какао, если мы хотим именно шоколадное тесто. Если хотите обычное, то количество какао заменяете просто на такое же количество муки. Ну а далее все сухие ингредиенты в несколько этапов. Замешиваем в жидке, в 2-3 этапа. Тесто получается довольно густое, тягучее, очень такое насыщенно шоколадное. И, в принципе, его можно испечь просто в виде вот такого шоколадного пирога. Можно потом его припылить сахарной пудрой или дополнительно приготовить шоколадную глазурь, полить глазурью. Будет такой прямо шоколадный, шоколадный, не знаю, кекс или бисквит, пирог, в общем. Но я буду готовить с фруктами. Фрукты, опять же, тоже можно заменить и на ягоды, и на орехи, и на сухофрукты. В общем, вы можете взять это тесто как такой универсальный базовый вариант и добавить в него абсолютно все, что хотите. Я взяла для выпечки разъемную форму, простелила дно пергаментной бумагой, слегка сбрызнула растительным маслом, перелила все тесто, равномерно его распределила и далее подготавливаю фрукты. На этот пирог нужно совсем немного. Я взяла буквально пару абрикосов, одну нектаринку, ну, в общем, совсем по чуть-чуть всего, нарезаю дольками, и эти дольки уже буду просто выкладывать поверх теста. Отправляю пирог в духовку, уже разогретую, до 180 градусов на 40-45 минут, но смотрите по готовности, проверяйте, как обычно, зубочисткой или шпажкой. Ровно через 45 минут у меня пирог был готов, достаю его, вынимаю его из формы, конечно же, лучше дать ему остыть, но у меня на это времени уже не было, нужно было угощать гостей чаем с пирогом. Ну и я его еще слегка присыпала сахарной пудрой. На этом, друзья, я с вами попрощаюсь, огромное вам спасибо, что досмотрели этот видеоролик до самого конца. Увидимся с вами очень-очень скоро, я вас всех люблю, всех вас целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok